Ясновидение наше всё. И так выступает народный артист Андрей Адольфович Сафронов, спелеолог, ясновидец и участник ансамбля Космопоис. В общем, ясновидцев... Значит, я вот что хочу сказать. По поводу возникшей полемики, ясновидение – это инструмент мозга, разума или души. Значит, дело в том, что понятие души не конкретное, не определенное. Даже наши предки зачастую в понятие душа вкладывали совсем не тот смысл, который у нас. Идёт жонглирование не конкретными, не определенными терминами. Ну, это Ка, Ба, Джива и Атман. Да, значит, это вот та же проблема. Значит, душа – это Атман или это Джива. И вообще, вот у египтян душа – это Баа, а у древних греков – Псюхи. Причём это... Ка ещё есть. Ещё Ка. Значит, это всё означало разные вещи. Причём всё на русский язык, ну и на европейский языки переводится как душа, а на самом деле это принципиально разные вещи. Поэтому, если мы говорим о душе, надо тогда конкретизировать, какая именно душа, что именно душа. Значит, это один момент. Значит, второй момент. Я настаиваю, что ясновидение является продуктом резонатора. Я в данном случае сейчас не буду говорить там разум, мозг и так далее, потому что разум – это тоже надо уточнять, что это такое. Но я попробую дать более как бы нейтральную формулировку, что, чтобы состоялся акт ясновидения, это, по сути дела, значит, работа приёмного устройства, которое работает по принципу фрактальной антенны. Значит, и в качестве фрактала может выступать и головной, и спиной мозг, могут выступать клеточные структуры, может выступать, скажем, сеть акупунктурных каналов у человека, которые в трёхмерной проекции, ну, зрительно не видны, но, например, их можно проявить с помощью там электрических схем, с помощью аппаратов Кирлиан и так далее. То есть, значит, оно важно, что нужен, первое – это резонатор, настройку на определённые волновые структуры, и второй механизм – это по принципу ключ в замок. То есть, есть некая сложная конфигурация типа замка, и, соответственно, чтобы эта конфигурация сработала, нужен ключ. Вот я считаю, два вот основных механизма – это ключезамковый механизм и принцип резонанса. А уже что выступает в качестве таких структур, это уже неважно. По поводу души я хочу сказать. Значит, в моём понимании душа, вот как джива, так и атман – это тороидальные структуры. Значит, непонятно, скажем так, область неопределённого наступает тогда, когда, значит, вот согласно ведическим писаниям, душа – это джива, это как искра, то есть это тороидальная структура, но она находится в сердце, там у неё очень какой-то там микроскопический размер. Разряд. Причём, даже более того, есть версия, что это не сама структура в сердце, а некая её проекция с внешнего носителя. Значит, а другое понятие души – атман – это, скажем так, биополевая структура, по сути дела, как биополе человека, но которая включает в себя в том числе и тонкие тела человека, и плюс даже грубое физическое тело. Понятно, что, значит, если у дживы, ну, по сути дела, нет нужных резонаторных структур, это просто микроскопический тороид, то вот у атмана уже вот такие резонансные структуры есть, фрактальные, и есть структуры по принципу ключа замкового механизма. Но говорить, опять-таки, что мы, например, ловим информацию, ну, через ясновидение с помощью атмана – это тоже не совсем корректно, потому что я так скажу, что в человеческом теле, если рассматривать человека как именно совокупную такую интегральную систему, куда входит и грубое физическое тело, и тонкие тела, там, и биополевые структуры разные, ещё плюс внешние подключения в виде каналов, то, соответственно, значит, информацию ясновидения ловит, скажем так, тот контур, который входит в резонанс или там по принципу ключа замкового механизма, по принципу сопряжённости. Соответственно, что там будет? Это разные могут быть структуры, как тонких тел и грубого физического тела. Вот, поэтому я бы не стал спорить вообще, что, так сказать, ну, механизм ясновидения за счёт души или за счёт разума, то есть там ловит та структура, которая входит в резонанс или там, где происходит совпадение по принципу ключа замкового механизма. Так, хорошо, я бы тоже хотел с своей стороны добавить кое-что про ясновидение, если вы не возражаете. Плюс уровни допуска, то есть ещё закрывают. Это самое главное. Да, что не любую информацию. Да, да, и ещё можно добавить? Ещё вот я приведу пример блокировок. Блокировок ясновидения, самый простой пример, значит, всё, что связано с государственными структурами, имеет жёсткую блокировку. То есть, условно говоря, например, используя канал ясновидения, обычный человек, ну, не какой-то там специальный, там, биохакер или магический хакер, а обычный ясновидящий не может прочитать, например, секретный документ в сейфе. Ну, или, например, я беру обычный, обычный ясновидящий, или, допустим, он не может определить точное местонахождение в пространстве конкретного, допустим, государственного деятеля. Ну, потому что боевые маги государственные закрывают эту... Там нет, не только, я объясню. Акдеев говорил, надо кусочек документа оторвать. Нет, нет, это эгрегорная защита, я говорю как правило. Другое дело, там есть системы взлома, я сейчас не беру, вот, да, например, там был американский ясновидящий, бывший морпех Мак Монигал, который определил, именно через канал ясновидения, настроившись, например, что в Советском Союзе строилась какая-то суперновая подводная лодка, ему не верили, потому что он написал её гигантские размеры. Да, да, двойная. Вот, это потом, причём даже спутник не сразу это определил. Да, да, да. А потом, значит, эта информация подтвердилась. Звёздные врата. Да, да, но подтвердилась уже где-то спустя полгода или год, причём у Мак Монигала была масса неприятностей, потому что ему не верили, вот, сотрудники Пентагона, это потом подтвердилось. То есть это вот пример того, как всё-таки иногда... Это в Стекфоргском университете. Да, это пример того, что иногда отдельные государственные деятели могут, например, взломать каким-то образом код другого государства и снять информацию. Причём, я думаю, там, скорее всего, помогают и Грегоры. То есть... Это самолёт они нашли, американцы, которые бы в Гитнаме потеряли, мы нашли, наши истребители, они его нашли и, кстати, вывезли. Да, 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 но я считаю, что здесь, например, срабатывает канал ясновидения или нет, часто не зависит от человека ясновидящего, а это зачастую, видимо, есть какие-то игры и Грегоров, то есть когда какому-то конкретному ясновидящему могут позволить подключиться к тому, что, в общем, нельзя. Он должен разрешение спросить, он должен влезть в эту базу. Да, да, да. Но это вот Рогозин этим занимался. Да, 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 вот слиперы, слиперы, да, да. Ну, его вычислили, вот что любопытно, Рогозина вычислили с его слиперами, и чем дело-то кончилось? Уже на самого... Ну, дайте я тоже внесу свою разу об этом, о военной разведке, но дело-то в том, что вот Рогозина вычислили, у него начались проблемы. Подъезжала машина уже к дому, и там работали, будь здорово, сотрудники, и он поймал собственную, вернее, Таратников поймал собственную жену, когда она вылезала через балкон за ногу. Вот, то есть они воздействовали реально, вот, и они создавали ложные образы, и по сути дела, чем кончилось? Ну, я не хочу влезать в работу спецслужбы и прочее, тем более это ФСО, Федеральная служба охраны президента, бывшего Ельцина, занималась этим. Но на самом деле эти же игры, это противопоставление напряжения, чем судьба-то генерал-майора Рогозина закончилась? То есть она очень как-то странна, по некоторым данным, там английское посольство, что-то такое, убежище и все такое прочее, в общем, темная история, даже не хочется в это влезать. То есть это действительно передовой край военной, напряженной вот этой вот магией боевой. Поэтому я думаю, этого мы не будем касаться, просто я хотел бы с своей стороны сказать, что это действительно есть бродячие сюжеты на гражданскую тему. Вот, например, Атлантида, да, Платон, мы говорили, ну, сейчас буквально два слова. Значит, Атлантида, фактически откуда эта принята информация? Ведь Платон верил, что существует мир идей, эйдосов, да, и вот там вот есть идеальное общество Атлантиды. Он его наделил такими чертами, он принимает как бы эту информацию как медиум и описывает ее. И фактически после этого стала Атлантида топ, модная, очень популярная. Да, смотрите, на протяжении тысячелетий многие писатели, и там Мор, и Бекон, и прочее, прочее, говорили, новая Атлантида, то ли все. Они рассвечивали этот образ, они опять-таки на приемке. Аналогичная история не только с Атлантидой, ну, и чем дело-то кончится, тоже непонятно. То ли она погибнет, это Америка, то ли что. Ну, ладно, не будем на эту тему. Существует бродячий сюжет. Вот, допустим, Волков, наш писатель Волков, да, который писал вот это вот королевство, значит, да, изумрудное, волшебное там, да, так далее, там, огненный бог Моронов и продолжениями, да. Только он же писал, он подключился к этому погибшему, умершему писателю, который написал это королевство, значит, волшебное королевство Оз. И фактически тот написал почти 20 книг, сам писатель, который еще начал в 19 веке, продолжил в 20-м. И этот подключившись не мог от этого избавиться. Он говорит, я хочу, вот сейчас я не помню, но это, по-моему, англичанин, который подключил... Королевство Оз? Да, ну, целая серия 20 книг он написал на эту тему с девочкой, ну, не Элли, а там другая девочка фигурировала. Ну, этот как бы тоже, ну, уже и Волкова потом стали не то, чтобы пародировать, а уже к нему стали подключаться в этот созданный. И фактически они что, такое впечатление, что они перевели какие-то, ну, чуть ли не Махабхарату. Вот я просто читал в детстве эти книжки, вообще они захватывающие. Там очень много всяких вещей, таких они имеют, во-первых, магическое значение, они еще имеют и как бы концептуальное значение. То есть, ну, например, это семь спящих королей, которые поочередно просыпаются. Да, 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 ну, они спящие, они... Вот, было 12, и это впервые просто заимствование идет. Конечно, социальный мир, и Алексей Толстой, допустим, тоже вспомним. Он когда въехал в этого Чаполина, ну, это же точно подключение к этому умершему писателю, и он в детстве там слышал этого Чаполина, а потом Маршак одобрил, и он стал писать Буратино. И Буратино у него получилось тоже, и уже там тоже с продолжениями, да, то есть это фактически вещи-то очень такие заразные. Да, и Алексей Беляев, вот последний человек Атлантиды, то есть там не просто сюжет, а там даже имена, вот Крицна, например, то есть там ряд имен, где окончание на С, да, похоже на Кришна, но там имя Крицна, и там масса имен, вот где, скажем, переходит. Там буква С фигурирует, но там, где в других языках, в других знакомых словах звуки Ш, Ч или С, то есть там замена звуков, то есть это тоже, вот я понял, автор писал на подключке через каналы ясновидения, то есть он скорее искажал сюжет, ну, так сказать, чтобы втиснуть в определенные рамки. Да, что далеко уходить, вот наш писатель, который является соцреалистом, официально Горький, Максим Горький, это он сам, в общем, медиум был очень уникальным, у него стигмы даже открывались, когда он писал, ну, в ранние годы, и вот он, его поймала хозяйка квартиры, где, значит, он сиганул со второго этажа, значит, выливал это самое ведро, вот, ему надо просто было понять, как вода льется, вот чтобы, то есть он входил в какое-то изменение, измененное состояние сознания в этом состоянии, то есть это реально он, вот мать его произведения, или Фома Гордеев, что это, это совершенно какие-то образы, которые, социальный заказ, то есть он чувствовал этот социальный заказ, Маяковский, да, вот первое его, как раз Владимир Ильич Ленин, стихотворение вроде бы, там я двое в комнате, я и Ленин, да, там Ленин, т.д. Это он ведет разговор с Ленином, умевшим уже, а второе, интернационал, четвертый, его вообще не печатают, о нем ничего не говорят, там на самом деле он уже Ленина куда-то, я не знаю куда, задвинул, и он уже полемизирует и говорит, что я выше Ленина, почему, потому что я разворачиваюсь, я вижу, что, значит, здесь Ленин был неправ, и он полемизирует с умевшим Ленином, вот, и это такое произведение, мистическое, его просто, ну, не надо нам такого. Нет, нет, взять вот его раннюю метафору, флейта позвоночника. Да, 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 да. Дело в том, что вначале мне, ну, когда я в детстве читал, ну, в рабочей программе, мне казалось, это просто какой-то такой безумный набор слов, а потом, когда я стал заниматься эзотерическими проблемами, я понял, что, действительно, позвоночник, это определенная система энергетических каналов, в том числе акустических, и, действительно, система позвоночника, тонких тел и чакр, и определенных входов, и не только чакр, но и других энергетических каналов, причем в акустической области, можно представить, действительно, как акустический волновод в виде племени. То есть, у Маяковского этот образ не случайно. А Флебникова, да, помним. Я хотел бы рассказать, вот вы говорите о том, как образы считываются, через какие каналы они считываются, каким образом они проявляются через творчество, А я бы хотел рассказать очень тайную, секретную информацию о том, как эти образы были записаны, и каким образом они позиционировались. Вообще, подобная информация называется ноосферным принтом. Ноосферный принт. То есть, грубо говоря, в неком информационном поле ноосферы записывается информация, которая древними была названа химерой. Химера – это не животное, это, так сказать, вот то, что иногда вот на картине сон разума рождает чудовище. Это считывание вот этих ноосферных принтов. Гоя, да. Химерийцы. Так вот, я могу так сказать, что этим пользовались. Вообще, прогнозирование и развитие цивилизации было задано тысячелетия назад магами древности. Их уже нету, этих магов, но то, что они записали этапы развития цивилизации, было ими сделано тогда с древнего шумера, древние карфагиняне, жрецы Египта, а до этого жрецы Атлантиды и позже могли записывать вот эти ноосферные принты. Как это делалось? В яйцеобразной комнате, в круглой, ну такой яйцевидного типа, жреца опаивали галлюциногенными настойками. Он выпивал, его подвешивали на тонких нитях, чтобы он испытывал некую сенсорную депривацию, чтобы он не чувствовал своего тела. И он, сконцентрировавшись на определенных вещах, да, еще была часть «Магическая палочка», вот которой Гарри Поттер или Жезл. Грубо говоря, в этом состоянии он как бы чертил на невидимой стене, в этом состоянии, некую информацию о будущем. Он татуировал ноосферу вот этой информацией, татуировку делал, ноосферный принт, и запускал. И эта информация витает, скажем, в ноосфере, и уже впоследствии писатели-фантасты, сказочники, люди с развитой фантазией, люди с творческим воображением, они подключаются, и там Буратино, Чиполино, Незнайка на Луне, и куча-куча, так сказать, Элли, так сказать, в волшебном городе с Татошкой перенеслась. Машина времени, Уиллса. Да, то есть, получается, они через этих писателей заряжают будущее, а писатели являются визионерами, которые это считали, ноосферный принт, записанный тысячелетия магами назад, провели через себя, дали в виде словесных формулировок, предложений, произведений. Ученый, читая в детстве когда-то эти книжки, начинает направлять свои мысли на разработки там антигравитационных аппаратов, на развитие космических аппаратов, на скорости, высшей скорости звука, телевизор, телевизор... С алмазами в Сибири, да, вот, и с этим, с голографией, да, голограмма, изобретение телевидения, радио, интернета, и многое-многое того, чем мы пользуемся. Конечно, маги, они не схемы начертили, они задали некий вектор вот этого. Люди, фантасты и творческие считали, выдали в народ, народ прочитал, мысли заработали в нужном направлении, ученые начали рассчитывать, изобретать. Я вспоминаю одно, кстати, творческое руководство. То есть это все ноосферный... Вот, когда вот этот самый, я не знаю, подойдет ли это явление, вот, которым я хочу два слова сказать, вот, за две недели до взрывов финансовых этих небоскребов в Америке... Братьев-близнецов. Да, братьев-близнецов, вернее, когда их самолеты атаковали, выходит, значит, стигала группа, забыл, как название, ну, вот, группа американская, за две недели на обложке красуется, значит, самолет таранит башню близнецов. Вот, и когда это случилось, этих самых, эту группу, и художников, которые... Их просто федеральное бюро, значит, за одно место взял, сказали, вы, наверное, связаны с этой группой, да, давайте, их стали, значит, там урычить. Он говорит, да нет, ничего, у нас своя совершенно линия и так далее. И таких совпадений очень достаточное количество. То есть... Только там, справедливости ради, был реальный факт, когда, значит, не тот комплекс зданий, а был другой, вот, небоскреб в США, который протаранил американский военный самолет, еще, я не помню, в общем... Нет, 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 я понимаю, в июле... В июле 1945 года, значит, по ошибке, но дело в том, что, во-первых, тогда это здание было самое крупное в Нью-Йорке, это первое. Второе, значит, Гитлер для деморализации Америки послал диверсионную группу, чтобы они подорвали это здание... Ну, это же снимали РЕН-ТВ, мы делали. Да, значит, в частности, там, варианты навести ракету, но одна деталь, что, значит, Гитлеру напрямую не удалось выполнить эту задачу, но он выполнил ее косвенно. То есть, когда это здание уже после окончания второй... Вернее, после победы над Германией сбил американский самолет. То есть, по сути дела, это как бы отстроено. Задали программу. Задали программу. То есть, она уже была прописана. Но дело в том, что вот я точно не помню факты. Говорят, что чуть ли не в американских комиксах 30-х годов, значит, фигурировала такая картинка, когда аэроплан, значит, сбивает вот эту башню. Значит, ну тогда не две башни-близнецы, а самый высокий небоскреб Нью-Йорка. То есть, как бы в информационном поле вот эта идея была прописана чуть ли не в 30-е годы. Ну, кстати, федеральный... Ну, я бы еще добавил такое, что это, конечно, уже косвенно относится к не к ясновидению. Самый известный сериал, который предсказал множество всяких событий, это сериал «Симпсоны». Симпсоны вроде бы сделаны на некую дебильную американскую аудиторию, но в них много-много было закодированной информации. Во-первых, это масоны. И сейчас уже по нашим тайным каналам известно, что в редакции те, которые пишут сценарий для «Симпсонов», есть один масон 33-го градуса, достаточно высокого градуса. То есть, это задание программ на будущее в человеческое сознание через определенные художественные произведения, даже через мультсериал. Да, Вячеслав, я думаю, что там не было целенаправленного какого-то, значит. Я думаю, дело в том, что Федеральное бюро расследования, оно занималось как раз что? Они собрали сценариев уже осуществленных фильмов после этой вот взрыва этих финансового центра, вернее. Да, не только. Вот, а не других сценариев. Оказалось, что многие сценаристы, сценаристы, они просто прописывали будущие события. Даже нереализованные фильмы, не снятые. Вот, и была специальная группа в Федеральном бюро создана, которая рассматривала эти сценарии как прогностические сценарии будущего. Вот, и более того, скажу, что, ну, такая информация, вот у меня был знакомый друг Кашницкий, он в Израиле был, и, ну, известный журналист, ты его знаешь, наверное, Савелик Кашницкий. Он четыре года в Израиле побывал, и вдруг он мне говорит, ты не хочешь поработать, значит, в Израиле? Я говорю, а что делать-то? Во-первых, я не еврей, чего я там буду делать, да? Значит, а вот, говорит, есть группа, которая, значит, занимается, просто приходит на работу, ну, и пишет, вот что им там в голову бредет. Да, сцена, ну, просто вот платят, ну, грубо говоря, он смотрит на ботинки, нечищенные ботинки пишут, там смотрит в окно дождик, ну, просто вот от фонаря. И в Израиле хорошо плачет? Очень хорошо, говорит, будет жить как... А я говорю, а почему я, и почему, значит, в Израиле? Оказывается, она, эта группа дает прогностику, прогностику правительству, то есть на основе этого уже они там решают, там, условно говоря, бомбить палестинцев, не бомбить, чего делать, и так далее. То есть, и не только в Израиле вот такие группы есть, на самом деле это, на самом деле, провидение, вот они, группа эта работает, а вспомним вот этот фильм «Три дня Кондора», да, вот известный фильм, который снят по роману «Пять дней Кондора», когда эта группа работает в закрытом режиме и читает фантастические романы, да, да, и она перерабатывает эти романы и пишет аналитические записки вверх. И вдруг выясняется вверху там, да, что они слишком много знают и что их надо убрать просто, потому что они вскрыли махинации, которые как раз вверхе и занимаются. Их просто в один день убирают, а один человек спасается из этой группы благодаря сочинению обстоятельств. Он там за бубликами вышел, и в конце концов он решает потом, он говорит, приди, мы тебя спасем, а на самом деле его хотят убить. И, в общем, крутится вокруг этого дела. Это, кстати, очень такой фильм. Ну ладно, на этой ноте мы завершаем тему ясновения, я думаю, с общего согласия, да, потому что мы далеко ушли. Да, пожалуйста. Кандидат философских наук Ольга Копелька, индолог, так и не ясновение. Здесь просто сейчас говорили на тему каналов, а когда я работала со своими клиентами и когда вот как раз смотрела разные ситуации, у меня были случаи, вот именно идешь, ну я иду по какому-то каналу, вот все вижу, рассказываю, обсуждаем, а мне как-то сказали, что вообще запрещено, запрещено ходить. А у меня все время везде, где были запреты, у меня все время открывалось, и все время была возможность, в общем, увидеть, пройти, в общем, это посмотреть, обсудить, то есть, в общем, все запреты на меня почему-то никогда не действовали. А на обнародование информации, хорошо, вот на вход в информационное поле, допустим, да, запреты снимались, а вот на обнародование вот этой информации. Вот за это могут наказать очень сильно. Потому что я знаю ряд примеров, когда люди даже погибали, которые считывали информацию. У меня очень много информации, я не обнародовала, я только конкретно. А, ну да, может быть, да, то есть тут надо очень четко вот понимать, к чему можно подключиться, и о чем можно говорить вообще, чего можно подключиться. Дорогие друзья, в общем, давайте мы эту тему завершим, эту информацию мы не будем обнародовать, только в интернете.